Инженерные коммуникации Самары Начали готовить к зиме Актуальные работы и предстоящие задачи Обсудили на еженедельном совещании В Департаменте городского хозяйства и экологии Обновленная детская площадка С горкой, качелями и каруселями В столице региона в рамках федеральной программы Отремонтируют двор по советской армии Новую партию гуманитарного груза Для военнослужащих и мирных жителей Отправили в зону СВО Самарская область продолжает принимать активное участие В акции своих не бросаем Смастерили своими руками и спустили на воду В сквере «Солнечная поляна» появились домики для уток Сразу 12 команд сразятся за главный трофей В столице региона стартовал детский хоккейный турнир Кубок Владимира Третьяка В Самарской области окажут поддержку Сотрудникам завода по производству Металлических входных дверей Который в минувшие выходные пострадал от пожара На сгоревшем предприятии работали Более 2500 человек Как сообщил губернатор Дмитрий Азаров Автоваз готов значительную часть людей До тысячи человек пригласить Для работ на разные направления деятельности Еще 1200 сотрудников будут помогать С разбором сгоревших цехов И будут заняты на других производственных площадках И могут оформить временную занятость Также областные власти готовы Помочь руководству завода С отсрочкой по налоговым платежам И в получение льготного займа На закупку техники взамен сгоревшей Губернатор поручил профильным ведомствам Подготовить проект документа Который будет фиксировать двусторонние договоренности Руководство завода о том Что они обязуются сохранить занятость И восстановить производство И правительство региона По вопросам оказания поддержки Напомню, крупный пожар на заводе По производству входных металлических дверей В Тольятти произошел 14 мая Площадь возгорания составила 20 тысяч квадратных метров Обрушились конструкции На площади 5 тысяч квадратных метров Погибших и пострадавших нет Предварительной причиной пожара Считается нарушение технологического процесса Инженерные коммуникации Самары Начали готовить к зиме Актуальные работы И предстоящие задачи Обсудили в этот вторник На еженедельном совещании В Департаменте городского хозяйства и экологии Первый заместитель главы Самары Владимир Василенко Рассказал, что в этом сезоне Будут перекладывать трубы теплотрасс На 26 объектах 17 из них основные Подрядчики уже определились А также 9 дополнительных объектов По которым идут торги Напомню, подготовка коммуникаций К зимнему сезону Это ежегодный и необходимый процесс От которого зависит Бесперебойность поступления Отопления и горячей воды В жилые дома города Социальные и другие учреждения Работать уже начали На сетях по улице Шостаковича В прошедший отопительный период На участке фиксировалось Несколько технологических повреждений В связи с этим Его включили в план перекладок В первоочередном порядке Протяженность реконструируемой Теплотрассы 239 метров До конца суток, 8 июня На улице Шостаковича Действует ограничение Движения транспорта От Чапаевской до Куйбышева Первый вице-мэр Владимир Василенко Также рассказал о тех объектах Перекладок, на которые Специалисты выйдут в ближайшее время Работать планирует На улице Алексея Толстого На двух участках Переложит трубы И на Волжском проспекте Рядом с Ульяновским спуском А также сети по улице Лева Толстого Между Галактионовской и Самарской Помимо этого рассматривается вопрос Перекладки на улице Куйбышева От Некрасовской до площади революции Что-то уйдет в первую очередь Что-то во вторую Но в любом случае Эти работы начнутся В ближайшие будем говорить 5-10 дней Это разные подрядчики Потому что задача стоит 1 августа И центральной части города уйти вообще Новая жизнь скоро начнется Во дворе 17-го дома По улице Советской Армии Здесь благоустраивают территорию В рамках федерального проекта Формирование комфортной городской среды Наспроекта Жилье и городская среда В общей сложности В Самаре в этом году Преобразятся почти 50 дворов По этой программе Территории также благоустраивают И по программе содействия И инициативное бюджетирование Подробности далее Новая жизнь скоро начнется Во дворе 17-го дома По улице Советской Армии Здесь благоустраивают территорию В рамках федерального проекта Формирование комфортной городской среды Нацпроекта Жилье и городская среда На детской площадке Установили качели, карусель, лавочку Скоро будет уложено прорезиненное покрытие Все работы согласованы с жителями Там будет детское оборудование Будут качели, будут лазилки Будут вообще детское оборудование Фирма, производитель этого оборудования Московская Она уже давно на рынке Хорошего качества Именно оно было выбрано В конкурсную документацию Житель дома Андрей Сибиркин Появление детской площадки Ждет с нетерпением Говорит, сейчас Восьмилетнего сына Диму Водит на прогулку в ближайший парк Теперь мальчик сможет гулять самостоятельно Помимо площадки Во дворе дома Строит новую просторную парковку Также здесь отремонтировали Внутриквартальный проезд Его расширили С главой района С администрации Советского района В прошлом году утверждали Проект благоустройства Реконструкции двора Обсудили и парковочные места И расположение детской площадки Но я не предполагал Что работы так быстро начнутся И уже в принципе Более половины работ уже сделаны В этом году в Самаре В рамках федерального проекта Формирование комфортной городской среды Отремонтируют почти 50 дворов Благоустройство идет во всех районах города В Советском районе На средства этого проекта Приведут в порядок две территории Второй адрес Нововокзальная 14 Возле четырехподъездного дома Уложат новый асфальт И установят лавочки Еще один двор в Советском районе Приведут в порядок В рамках инициативного бюджетирования Рядом с домами номер 5 и 7 По улице Свободы Там появится детская площадка С резиновым покрытием и ограждением То, что касается у нас содействия Мы делаем У нас сейчас три проекта Но два адреса Это матроса у нас 1-3 Большой двор мы полностью там благоустраиваем Так, как жители захотели И участвовали в губернаторском проекте И два проекта у нас на одном адресе Это у нас Победа 82-84 То есть, получалось, люди объединились Немножко там подразделение сделалось То есть, 82-й дом зашел один 84-й дом зашел один Получилось один двор и два проекта Какой будет Самара, решают сами жители Все инициативы горожан реализуются При поддержке губернатора Дмитрия Азарова Каждый может сделать шаг Навстречу благоустроенной среде И поучаствовать в оформлении родного города Голосование проходит на платформе 63.городсреда.ру В нем участвуют 20 общественных пространств Чтобы отдать свой голос, достаточно пройти авторизацию через госуслуги Голосование продлится до 31 мая Виктория Шаре, Григорий Плешаков, События Самарская область продолжает принимать активное участие в акции «Своих не бросаем». Новая партия провизии для военнослужащих и мирных жителей отправилась в зону СВО О том, как проходил сбор и отправка гуманитарного конвоя, расскажет Галина Топилина Самарская область не остается в стороне В 16-й раз грузовик, заполненный коробками и мешками с провизией для бойцов и мирного населения Отправляется в зону специальной военной операции Сегодня груз будет отправлен, он будет догружен, потому что у нас уже один склад наполовину полный стоит И мы сейчас с нашим КАМАЗом, и сегодня в ночь мы пойдем уже в сторону Сватова Мы его отправляем в расположение 2-й общевойсковой гвардейской армии Внести свой вклад в формирование гуманитарного конвоя может любой неравнодушный гражданин или организация В сборе этой партии принимали участие Общественная палата региона, Торгово-промышленная палата Самарской области, Нотариальная палата Самарской области, Народный фронт, представители бизнес-сообществ Коллектив «Самара Стат» неоднократно становится участником акции Все по велению души, рассказывает руководитель Дмитрий Бажуткин Такая система помощи самым необходимым, а тем, что востребована и, возможно, как бы не было поставлено участникам СВО Проводится по всей линии Росстата, и мы с ней с удовольствием вместе с территориальными органами других субъектов участвуем Комитет семей воинов Отечества вносит большой вклад в формирование гуманитарного груза Собирает от бойцов информацию о том, что на данном этапе им нужнее всего И передает организациям, выразившим желание принять участие в акции Так помощь становится адресной Все очень быстро происходит Самара необычайно, город, который откликается на все просьбы Только попросили, тут же собрали в КАМАЗ очередной Новая партия гуманитарного груза отправляется в зону СВО в город Сватово Одежда, постельное белье, предметы личной гигиены Отправной точкой сегодня выбрана площадка перед музеем Самара Космическая Место сбора было выбрано не случайно Ракете-носителю семейства Р-7, которая возвышается над музеем Самара Космическая В этом году 60 лет Эти ракеты выводят грузы на Международную космическую станцию Символично, что и сегодня гуманитарный груз отправляется туда, где он может пригодиться Галина Топилина, Григорий Плешаков, События В Самаре в сквере «Солнечная поляна» появились домики для уток Их своими руками смастерили родители учеников школы номер 154 Инициативу поддержали депутаты городской думы Подробности расскажет наш корреспондент Ксения Баканова Всего несколько свободных вечеров и вот утиный дом готов В Самаре в сквере «Солнечная поляна» появились деревянные домики для пернатых Семья Бахтеевых трудилась над шедевром три дня Самым сложным было разработать дизайн Хочется оставить и после себя следы, чтобы ребенок смотрел и питался вот этими эко-традициями Сохраняя и бережно относясь все к природе А для семьи Сыроватка такой опыт не первый Ранее уже делали скворечник, поэтому решили, что домик для уток должен получиться Уток здесь у нас огромное количество Поэтому будем надеяться, что им в нашем домике будет уютно, тепло И они у нас будут деток своих выращивать В жилище все продумано, есть даже отдельные комнаты В пользу случаям я хотел бы обратиться и к профессионалам У нас в парках есть подобный род водоемы У нас есть муниципальные предприятия, так и называются парки Самары Там есть свой бюджет, значит, вот взять за основу, можно даже есть эскизы Сделать нечто подобное И все это только начало преображения территории Впереди планируются работы по очистке озер Ксения Баканова, Игорь Казановский, События Далее коротко о других событиях этого дня В России начинается марафон рек Масштабная акция по очистке берегов Она пройдет в рамках нацпроекта «Экология» Ежегодно в крупных поволжских городах России проводится акция по очистке берегов День Волги В этом году она расширяет границы Экологическое мероприятие переросло в федеральный флешмоб «Марафон рек» Цель – вовлечь россиян в экологическую повестку и продвигать принципы раздельного сбора отходов Акция стартует 20 мая единовременно в трех городах – Самаре, Ярославле и Нижнем Новгороде Следом экологическую стафету подхватят остальные российские субъекты Ожидается, что только на старте в марафоне примут участие свыше поутро тысяч человек Присоединиться к акции и внести вклад в сохранение экологии своего региона может любой желающий Служба исследований платформы онлайн-рекрутинга в России выяснила, как на работу жителей Самарской области повлияли искусственный интеллект, роботы и автоматизация 15% жителей региона заявили, что искусственный интеллект, роботы и автоматизация не сказались на их работе совсем А вот 17% опрошенных посчитали, что технологии и робототехника влияют на них очень сильно Это в основном касается специалистов по маркетингу, рекламе и пиар ИТ-специалистов – сотрудников сферы финансов и бухгалтерий Меньше всего роботы и искусственный интеллект оказывают влияние на сотрудников сферы безопасности, розничной торговли и закупок Врачи рассказали Самарцам о рисках высокого артериального давления По данным специалистов, артериальное давление у взрослых не должно превышать 140 на 90 Если оно больше, увеличивается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний на 30% У людей с повышенным давлением в 7 раз чаще развиваются нарушения мозгового кровообращения и инсульты В 4 раза чаще – ишемическая болезнь сердца В 2 раза чаще поражаются сосуды ног Простой контроль артериального давления позволит избежать развития серьезных заболеваний сердечно-сосудистой системы и их осложнений Инфаркта, инсульта, сосудистой деменции, ретинопатии или внезапной смерти, говорится в сообщении Сотрудники Самарской таможни в одном из почтовых отделений города задержали молодого человека при получении посылки с психотропным веществом Об этом сообщили в пресс-службе ведомства Международное почтовое отправление прибыло в Самару из Королевства Испании Житель областного центра заказал таблетки через интернет За посылкой отправил своего знакомого в обмен на денежные вознаграждения Но его задержали сотрудники отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Рассказали в пресс-службе Приволжского таможенного управления Общий вес психотропного вещества в изъятых 439 таблетках превышал 123 грамма Документы, подтверждающие назначение мужчине указанных препаратов, отсутствовали В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по статье Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ в крупном и особо крупном размерах Материалы передали в Следственное управление Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте Во вторник 16 мая в Самарской области объявили желтый уровень опасности По данным Приволжского гидромедцентра, местами по региону ожидается гроза При грозе усиление северо-восточного ветра до 15-18 метров в секунду Возможен град Во избежание несчастных случаев, главное управление МЧС по Самарской области Рекомендует ограничить выход из зданий, взять под особый контроль детей Не оставлять их без присмотра, держаться подальше от электропроводки, антенн, окон и дверей По возможности укрыться в подземных переходах или подъездах зданий В Самарской области с 16 по 19 мая ожидается высокая пожарная опасность лесов По данным Приволжского гидромедцентра, в регионе установилась сухая погода В связи с этим возрастает риск природных пожаров Чаще всего причиной возгорания становится человеческая халатность И нарушение элементарных правил пожарной безопасности Главное управление МЧС России по Самарской области Напоминает о соблюдении мер пожарной безопасности В условиях особого противопожарного режима Нельзя разводить костры в лесу или на территориях, граничащих с лесными участками Поджигать сухую траву на полях или полянах При возникновении чрезвычайных ситуаций Необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей 101 или 01 Сотрудники группы разминирования ОМОН «Орлан» города Тольятти Обследовали и уничтожили минометные и артиллерийские снаряды различного калибра От 46 до 120 мм, обнаруженные жителями Сызранского района В поле в нескольких сотнях метрах от автомобильной дороги Об этом сообщает управление Росгвардии по Самарской области Боеприпасы находились в состоянии сильной коррозии Соблюдая необходимые меры безопасности, специалисты Росгвардии уничтожили снаряды на месте их обнаружения Детский хоккейный турнир Кубок Владислава Третьейка стартовал в Самаре На льду городских хоккейных арен за трофей состязаться будут 12 команд со всей страны Победители определятся 19 мая Торжественная церемония открытия соревнований прошла в новом ледовом дворце спорта имени Владимира Высоцкого Почетными гостями стали губернатор Самарской области Дмитрий Азаров И легенда хоккея президент Федерации и Хоккея России Владислав Третьяк С будущими звездами спорта познакомились наши корреспонденты В ожидании легенды советского и мирового хоккея Владислава Третьяка Семья Масловых, Андрея Всеволод мечтают получить автограф трехкратного олимпийского чемпиона Для юного голкипера Всеволода это огромный стимул тренироваться Он не только хочет, когда подрастет, выиграть кубок Третьяка Но и как его кумир играть за национальную сборную, прославить Самару и всю Самарскую область Список известных голкиперов юный хоккеист знает наизусть Знаю Третьяка, знаю Варламова, знаю Бобровского, знаю Кошечкина На торжественной церемонии открытия турнира Кубок Владислава Третьяка Президент Федерации и Хоккея России вручил губернатору Дмитрию Азарову Высший хоккейный орден за верность этой игре Масштаб турнира это география всей нашей великой родины Вы знаете, чтобы там приехали ребята из Дальнего Востока И из западных территорий нашей великой страны И наши братья, друзья из Беларуси, чему я очень рад Поэтому этот кубок, мы сейчас живем в этом году Кубок союзного государства в полной мере Кубок Третьяка проходит в Самаре более 15 лет Все это время команды играли в хоккей в старом ледовом дворце спорта Легенда хоккея подчеркнул, что губернатор Дмитрий Азаров человек слова Он сдержал обещания и построил новую спортивную арену Большая работа ведется, как губернатор его команды Это заметно, это сразу заметно Особенно, когда ты год не бываешь, сразу видишь что-то новое Дороги здесь строятся, все делается для людей Это очень важно Фотосессию и автографы на память юным хоккеистам Самарской спортшколы «Комета» подарили губернатор Дмитрий Азаров И трехкратный олимпийский чемпион Владислав Третьяк Тебя как зовут? Как так? Влад, серьезный парень И такой терпеливый стоит, спокойно Успехов тебе, Влад За кубок Третьяка всю неделю будут сражаться 12 команд В двух дивизионах Самарская область представляет Тольяттинская лада На первом этапе они сыграют с такими известными хоккейными школами России Как Акбарс, Амур и Югра Команда Акбарса очень хороший, достойный соперник По классу выше нас, скажем так И в принципе первый период показал это Я уверен в этом, что такие турниры очень полезны Это очень хороший опыт для мальчишек В плане роста, в плане развития, в плане совершенствования Кубок Владислава Третьяка уже давно дает дорогу в спортивную жизнь тысячам начинающих спортсменов Мальчишкам от 11 лет и старше Многие из них позже становились настоящими звездами мирового хоккея Например, москвич Александр Овечкин и самарец Семен Варламов Тренеры уверены, этот турнир – отличная кузница российских хоккеистов С Тредяком знаком лично на сборах, встречались с ними на Братальске Он делает хорошее дело для нашего хоккея Помогает нам И такие вещи, они впечатляют У нас в Сочи играет внукового народа На соревнованиях любители хоккея увидят такие прославленные школы советского и российского хоккея, как ЦСКА, Динамо и Спартак Призеры и победители поднимутся на пьедестал почета в пятницу 19 мая в Ледовом дворце спорта имени Владимира Высоцкого Михаил Ермоленко, Сергей Кизуркин, Игорь Казановский, События Самарские стальные лисы принимали на стадионе «Маяк» Казанскую Марусю Женские хоккейные соревнования прошли в городе впервые Организаторы планируют расширять географию участников С каким результатом закончились эти товарищеские матчи, расскажут наши корреспонденты Галкипер стальных лис Анастасия Торпова в хоккей играет с детства, по примеру старшего брата Амплуа вратаря осваивала в хоккейной школе «Комета» Девушку приглашали играть за Нижегородская торпеда и Московских ангелов Но патриотизм взял верх Сейчас Анастасия Торпова сражается за кубок Козлова Самарской любительской хоккейной лиги А в эти выходные в серии товарищеских матчей с Казанской Марусей Побеждать студентки и просто красавицы не мешает даже стильный маникюр Тренер относится к этому лояльно Говорят, красивые, хорошенькие Какие следующие вы ждете? У меня дырочки в ловушке в блине Специально под ноготочки Серия товарищеских матчей среди женских команд по хоккею состоялась в Самаре впервые Стальные лисы встречались с Казанской Марусей Команду назвали в честь капитана Марии Айнулиной Первая игра прошла по сценарию хозяек площадки И счет в их пользу 6-1 К сожалению, у нас в Самаре, в Самарской области нет женских команд И мы ищем любую возможность, чтобы поиграть именно с любительскими женскими командами А задача в них простая – набираться опыта Набираться опыта, посмотреть, чего мы достигли за этот год Как мы смотримся на входе других женских команд Игра очень понравилась, было необычно В какой-то момент наша товарищеская игра переросла немножко в борьбу И это было даже интереснее Мы боролись до конца, как тренер говорит – борись до конца Вот мы боролись, мы играем как леди Но когда начинается борьба на льду, именно борьба за шайбу Мы боремся до конца То есть там бывают и случайно какие-то силовые После разведки боем уже во второй игре Казанская Маруся предложила свой хоккей И самарским лисичкам пришлось приложить максимум усилий и мастерства Чтобы вырвать победу и в этом тяжелейшем матче С футбольным счетом 2-0 У нас вчера на льду были три девочки Которые впервые играли вообще даже не просто игру А товарищескую игру играли впервые То есть они впервые оказались в ситуации Когда действительно это не тренировка А это там, где нужно защищать шайбу, искать шайбу И что-то создавать, создавать, либо разрушать Для них, я считаю, это здорово Потому что сама так же начинала Когда-то у меня была первая игра И я помню, что я эту первую игру помню хорошо История встреч между самарскими стальными лисами И Казанской Маруси пока в пользу команды 63-го региона За полтора года пять побед в пяти матчах В планах женского хоккейного клуба проводить в Самаре Не просто товарищеские встречи А настоящие турниры с командами из Казани, Чебоксар, Магнитогорска и Сочи За развитие женского хоккея в городе Организаторы соревнований вручили Федерации хоккея Самары Сувенирную шайбу с логотипом клуба «Стальные лисы» Сергей Кизоркин, Игорь Казановский, События Далее эфир продолжит обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках В телеграм-канале городской администрации «Вести» с Дворянской Предлагают принять участие в опросе Какой способ оплаты проезда в льготном общественном транспорте Вы используете чаще всего Полученные в ходе опроса данные будут использованы в дальнейшем При работе профильного департамента Опрос анонимный Для участия необходимо авторизоваться через госуслуги В качестве одной из дополнительных мер соцподдержки семей с детьми Единовременное пособие предоставляется выпускникам Общеобразовательных учреждений Которые являются инвалидами Напоминают в телеграм-канале департамента опеки Попечительство и социальной поддержки По вопросам выплат можно обратиться в департамент по адресу Улица Некрасовская, 63, 3 этаж, 3 кабинет Или позвонить по телефону 340 08 47 Городской департамент транспорта в своем телеграм-канале Дает официальный комментарий в связи с размещением в СМИ Сведений о намерениях ликвидировать Муниципальное предприятие «Пассажир Автотранс» Как отмечалось ранее, вопрос закрытия предприятия на повестке не стоит Вместе с тем, в соответствии с федеральным законодательством С 2025 года муниципальные предприятия, выполняющие автобусные перевозки Подлежат закрытию или перепрофилированию В сложившихся условиях, в исполнении требований федерального закона Муниципальный перевозчик будет сохранен, возможно, в составе другого юридического лица Изучение практики других городов показывает, что по такому же пути идут Москва, Екатеринбург и Калининград 17 мая в 16.00 в рамках проекта «Самарский академический театр оперы и балета на встречу зрителям» В Центральной городской библиотеке имени Крупской состоится концерт «Обаяние романса» Информируют в телеграм-канале Ленинского района Солисты театра исполнят свои любимые музыкальные произведения русских композиторов В каждом из них история любви, а иногда и история целой жизни Рассказанная стихами известных поэтов Литературно-музыкальный вечер состоится по адресу улицы Маяковского, 19. Вход свободный На этом наш выпуск подошел к концу Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самары ГИС В нашем телеграм-канале, на страничках, в Одноклассниках и ВКонтакте Выпуски программы смотрите на видеохостингах и в социальных сетях Будьте здоровы, всего вам самого доброго и до встречи Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова